заехали к друзьям и подружка говорит давай шампанское выпьем я говорю давай она говорит ну сходи в холодильнике возьми я сюда захожу ребята я такого еще не видела представляете она горит холодильнике я думаю в каком холодильнике в этом или в этом здесь все везде просто битком в общем короче мы будем пить вот это шампанское и она мне подарила тоже угостила этим шампанским она горит забери домой она горит у нас его много-много вот 4 бутылки шампанского и какое-то вот такое вино еще красное я не могу что самое интересное люди не пьют это вот просто вот любят чтобы были бутылки дома чтобы все стояло чтобы все было когда гости приходят чтобы все было вот так вот так ладно я беру шампанское я беру фужеры так какие я возьму фужеры 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 один бокал и сейчас второй бокал возьмем какую-нибудь так 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 что найти ну возьмем вот этот бокальчик а вот они бокал все вот представляете ребята здесь попкорн я пузырьки не люблю я их ты с пузырьками это разговор идет о том они печатают контракт инвойс и диана говорит это что это насколько он виталий говорит на полгода работа она говорит нифига за два месяца и всего это диана дом покупает а я сейчас нет я хотел сказать что нет я к тому что виталик берет другой объект вне дианы а диана а диана смириться не может помочь им подкорректировать контракт для кого-то но будут делать над этим работать и что мне виталик нужен через шесть недель ни хрена я все постирали а майк а майк майк а я не могу все я красиво напечатала все будет красиво вам сделано точки поставила доллар поставила главное доллары поставили это самое тут на днях смотрела что сейчас китайская юань сейчас будет подниматься давай в китайской не у два экземпляра получается печатать ну да один их но если ты пару строчек там уберешь так там еще половина не дописан там сюда дополнение к контракту будет он тебя возьмет вне очереди ты же знаешь ты же знаешь ты всегда вне очереди 12700 что процента сейчас я сотру эту линию 7000 сверху написано клянусь вот это точно надо стереть мне минимум неделю это сэкономить я не могу над ними работники это это я буду ждать пальчиками вот так крутить 6 апреля your butt is mine your butt is mine gonna tell you right диан покажи как ты диан покажи как ты дочку рисовала да один глаз у меня неправильный ну ничего страшного диана очень красиво рисует ну вот глаз у меня этот неправильный а у тебя далеко кстати картина майкл джексона на втором этаже висит на стенке а все я туда не пойду ты меня уже отправила в холодильник но я наверх точно не пойду там у меня две шестнадцатилетние и восемнадцатилетние две себя туда ходить даже марку страшно давай виталика отправим вот без футболки там у них девчачий рай марк пошел один раз там бутылки собирать у них с пола они же еду американцы ну да он пришел такой злой хорошо нормально дома не было он вообще пошел ты в одном да нормально я тебя печатаю еще печатать подожди знаешь что нужно еще будет допечатать диан это же основной инвойс и еще дополнение и вот эти вот просто дополнение пустым листом оставить Алена то мы уже обговорим или отдельным инвойсом это вот у нас рабочие моменты рабочие моменты ну да работаем ну да надо выпить чем больше выпить тем больше сотрудничать нет тем больше фост-мажорных этих напишем видите сколько контракт так ребятки что еще печатать все два экземпляра а почему она хочет весь этот ремонт провести почему она мне не даст продать этот дом и купить нормально она только его купила через кого а ты ты я тебя спрашивала ты не знаешь этого риэлтора диан диан у меня вопрос а если например покупать в лас-вегасе мы говорим о лас-вегасе потому что ну невада мы живем да здесь если покупается дом давай чтобы круглая сумма была 500 тысяч долларов то сколько нужно будет внести первый пеймент первый платеж и сколько нужно будет взнос да и сколько нужно будет платить ну примерно банку в месяц на 500 тысячный дом есть программа называется first-time homebuyer или FHA то минимальный процент 3,5% ты сразу по суммам у тебя калькулятор есть? ну это где-то 17500 ага три с половиной процента ставишь на пятьсоттысячный дом ты можешь купить его как FHA loan FHA это такая программа или first-time homebuyer есть программы разные если вы ветеран конечно можно купить дом за 0% но конечно советуется лучше купить 20 то есть 20% downpayment оригинальный взнос потому что если ты поставишь 20% за сумму все суммы стоимости дома скажем 100 тысяч если поставил на пятьсоттысячный дом то у тебя нету PMI PMI это private mortgage insurance это такой insurance который это страховка банк себя страхует от того чтобы вы если вдруг вы не заплатите банк будет иметь свои деньги обратно через этот insurance через эту страховку она им будет обратно это страховка называется private mortgage insurance PMI и на пятьсоттысяч я не лендер я не могу сказать в принципе сто процентов сколько это будет стоить но я сказала бы на пятьсоттысяч можно только двухсот долларов в месяц двести пятьдесят будет то есть переплачиваешь да то есть это платите как штраф за то что вы не поставили двадцать процентов если у вас есть двадцать процентов так от пятьсоттысяч двадцать процентов сто тысяч да но если дом за четыреста тысяч тогда вам восемьдесят нужно если у вас просто нету этой суммы берите дом как first time homebuyer или какие то вот эти всякие программы есть которые пять процентов даунпеймент есть программа на десять процентов даунпеймент есть программа на десять процентов а чем они отличаются они отличаются тем что ты ставишь меньше и интерес rate каждый loan officer сможет ответить на эти вопросы я конечно могу пригласить Юлочку с ней поговорим но есть программа которая три с половиной процента старых даунпеймент интерес rate намного ниже но вы платите PMI есть программа на пять процентов даунпеймент это конвеншеналон тогда PMI есть процент такой же нормальный как у конвеншеналон и есть программа на десять процентов даунпеймент вы ставите вы ставите десять процентов все равно платите PMI если не поставили двадцать процентов даунпеймент у вас сто процентов будет PMI но если дом стоит миллион долларов или больше чем скажем девятьсот тысяч то PMI можно избавиться и можете поставить пять или десять процентов даунпеймент потому что у вас этот loan перекачивается на jumbo loan не charge не у них нету там PMI абсолютно так что можно за миллион долларов за миллион долларов купить если дом и PMI не будет как сказать не будешь оплачивать не будешь оплачивать да хорошо а помимо вот этих процентов что еще оплачивается в смысле чего даунпеймент просто ставишь и у тебя есть closing cost когда ты делаешь предложение купить дом у кого-то тебе нужно поставить downpayment три процента три с половиной если вы покупаете дом за пятьсот тысяч поставить там три с половиной процента пять процентов десять процентов или двадцать процентов это есть loan programs это программы такие вот ипотеки а если вы поставите эту сумму помимо этого вам нужно заплатить будет closing cost closing cost зависит от title fees от титульные fee escrow fee по-русски как сказать по-русски я не знаю ну это виталий как по-русски это как банковский escrow только по-английски я знаю ну в общем банковские банковские fee да всякие вот эти вот нужно заплатить recording fee там ну много хорошо давай так вот пятьсот тысяч да кругом бегом где-то три с три процента сверху надо заплатить на closing cost но это closing cost это ну вот это вот closing cost надо заплатить при закрытии дома помимо down payment помимо оригинального взноса ну вот эти closing cost можно сейчас в маркете я не знаю как будет на следующей неделе я не знаю как через год сейчас можно запросить чтобы продавец их заплатил то есть все что вам нужно сейчас на сегодняшний день в маркете чтобы вы поставили только down payment на 20 процентов вам очень многие сейчас продавцы согласны заплатить там три процента четыре процента дают покупателям помочь взять loan потому что маркет сейчас поменялся год назад от этого было невозможно сделать потому что покупатели платили год назад за все поэтому в зависимости от маркета конечно если какие-то вопросы обратитесь ко мне я вам скажу что происходит в маркете сегодня в принципе нужно просто down payment вот сегодняшний день за 500 тысяч минимально вам нужно 17 тысяч 500 чтобы получить купить дом дом я на вот скажем так нам чтобы купить дом какую программу ты посоветуешь сколько взнос делать вот нам вот зная нас нам самая выгодная программа 20 процентов down payment если не 20 то сколько если не 20 то кладите 3,5 потому что разницы нет а 5 10 15 нету разницы у вас деньги будут в кармане потому что за 3,5 процента вы получите FHA loan да там платишь PMI но interest rate ниже то есть она как-то будет балансироваться если вы возьмете convention loan поставите 5 процентов вы просто стреляете сами себе в ногу нам это не надо как американцы говорят еще релисов у тебя бенефита нету поставить 5 процентов в моем in my opinion в моем мнении потому что если ты не ставишь 20 процентов все равно у тебя будет вот этот штраф на этот PMI так лучше поставить уже минимальный 3,5 процента подождать когда дом поднимется в цене перефинансировать его и сделать уже нормальный conventional loan потому что с FHA loan вам дастся нижний и ниже процент через сколько перефинансирование можно сделать в большинстве случаев можно сделать сразу же но я бы спросила у вашего лендера человека который вам делает loan убедиться в том что некоторые лендеры ставят 6 месяцев минимум наш лендер это твой лендер если мы говорим о нас это завис это зависимости от лона но через 6 месяцев можете 100 процентов финансировать любой тогда выгони 3,5 поставьте 3,5 но учти каждый раз ты перефинансируешь дом ты платишь дополнительные closing cost то есть ты постоянно вытаскиваешь деньги они бесплатно никто не работает лендеры должны заработать escrow должны заработать титул титульный офис офисер должны заработать все очень много людей включено чтобы перефинансировать ваш дом поэтому каждый раз ты делаешь refinance это стоит денег например я свой этот дом купила оригинально в 2018 году у меня процент был 4,1 процента payment был почти 3000 с чем-то но потом когда я увидела что rates спустились вниз проценты на долги спустились вниз я зацепилась за 2,39 процента у меня payment спустился с 3000 на 2300 а вопрос если дом 500 тысяч то сколько платить payment сколько платить за кредит в месяц за 500 тысяч дом получается так ну примерно плюс-минус грубо говоря да грубо говоря каждую тысячу которые вы занимаете сегодняшними процентами проценты могут поменяться завтра утром на сегодняшними процентами около 85 центов или 9 ну вот давай за 500 9 долларов за каждую тысячу давай возьмем 10 долларов дом пятисотник ну ты 500 если ты 500 дом покупаешь сколько ты процентов down payment ну давай три с половиной ну три с половиной мы возьмем минимально вообще значит payment будет надо посмотреть insurance сколько будет property tax без таксов без PMI PMI обычно 0 5 процентов будет у нас тут пирожные сладкие да insurance я не знаю сколько там insurance я все 0 поставлю пока потому что я не знаю где вы возьмете insurance 3132 в месяц в месяц то есть грубо говоря кредит платеж три тысячи три с половиной ну грубо говоря четыре четыре пятьсот три тысячи сто тридцать два не включая таксы не включая около четырех тысяч в месяц совсем вместе грубо говоря это если три с половиной да это если пятьсоттысячный дом это три с половиной процента ставишь если поставить 20 процентов уже другая история 20 процентов получится намного дешевле PMI спускается на 0 и сколько это получается 2430 у нас так устраивает две тысячи сто тысяч найдешь да да найди сто тысяч разница в принципе восемьдесят там две тысячи пятьсот но payment это выгоднее это намного affordable у меня русский не очень хороший такой я все это училась на английском языке не знаю как эти escrow вот эти вот все вот ипотека недавно слово научился ипотека я даже не знала что оно такое существует но это как в кредит да нет я по-английски знаю что такое а мы с тобой еще кстати какое-то слово учили ну да по-русски по-русски у нас обоюдно она она меня по-русски учит а я ее по-английски ну вот так что как можно больше поставить down payment 20 процентов я обычно когда покупаю дома чтобы не было никаких проблем и чтобы мой loan officer мне много вопросов не задавал я ставлю 20 процентов 25 или 30 процентов тогда я appraisal делать не надо ничего покупаешь дом без вопросов легко и просто еще знаешь какой вопрос дом пятисотник сколько нужно показывать таксов таксы и сколько лет за сколько лет минимум два года надо платить таксы большие 50-60 тысяч показать чистыми я не знаю это зависимости от это очень сложный вопрос это там формула надо ее рассчитывать по компьютеру потому что если процент ну ты нам рассчитывала 6 процентов тогда надо показывать чуть ли не в три раза то что я вам рассчитывала это было два года назад тогда проценты были два с половиной процента три но тогда мы рассчитывали это было 60 тысяч сейчас наверное будет можно больше больше как лендеры вы знаете что у вас примет скажем 4 тысячи в месяц да лендеры не любят давать в долг людям денег если ты хотя бы в два раза лендеры на русском как сказать лендеры банки банки кредитора кредиторы кредиторы русские слова новые слова новое если скажем у вас ипотека 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 да если у вас mortgage payment 4 тысячи в месяц то если у вас нету никаких других обязательств ежемесячных там кредитные карточки машины все если соберите ваш ежемесячный долг скажем у вас 4 тысячи за дом кредит вы должны платить каждый месяц скажем вы 250 платите за кредитную карточку и 750 платите за машину то есть 5 тысяч каждый месяц у вас уходит на ежемесячные оплаты кредитные банки хотят видеть чтобы вы зарабатывали минимум в два раза больше то есть на это все вы платите пять тысяч в месяц вы должны показать что вы после таксов чистый доход у вас десять тысяч в месяц ну правильно мы тогда и считали вот мы и показывали налоги шестьдесят тысяч если у вас mortgage payment 3 тысячи и у вас нету никаких других обязательств значит вы должны показать что минимум шесть тысяч чистыми вы должны зарабатывать в месяц понятно не покупайте машину до того как покупаете дом сначала надо купить дом потому что вы можете купить дом потом купить машину машину вам долго всегда тем не знаю знаете ничего плохого сделал мне машин нельзя но это сама себе хорошенечко под напортишь не стар PBG сначала нам надо купить дом машина отменяется подожди нельзя машину надо купить дом потому что если у вас есть долг на машину вы должны показать, что вот, скажем, у вас ежемесячная оплата за машину 500 долларов, вы должны показать, что вы получаете 1000 долларов, чтобы покрыть эту машину. Так ты сейчас контракт писала. Ты же сама хотела оттуда цифры. Добавить пару ноликов там. Нет, ты же смотрела, что там большие цифры, хотела их наоборот вычеркнуть. Ну да. Не надо. Не надо. Copy and paste делать в этом контракте. Двойной. Короче, все, что вы тратите ежемесячно и у вас показано на кредитной истории, скажем, если у вас есть бизнес-лон, банки это не видят. Если у вас есть бизнес и есть у вас долг на этот бизнес, то банки это не видят. Например, очень многие люди во время пандемика получили бизнес-лон, кредитные линии. Банки это не видят. Потому что у вас на кредитной истории его не видят. Да, Виталий, ты получал, да? Потому что... Потому что... Бизнес-лон у Виталика и были, да. Они невидимы банком, потому что дом пошел на social security или вот это тут называется tax ID на бизнес. Он у вас не присутствует. Главное, чтобы ваша кредитная история была чистая. Минимум нужно иметь две кредитные линии. Минимум. Хорошие две кредитные линии. Так вот, две кредитные... Значит, нам надо вторую машину взять? Мне? Нет. Две кредитные карточки, если есть, или там... Бывает, что некоторые банки разрешают даже кабельное телевидение как кредитную линию использовать. Это в зависимости от... от банка. Они будут рассматривать. Подожди, подожди. Я не поняла. Я должна сейчас без машины быть? Да. Хоть поводи Милану. У Миланы есть фиолетовая машина с Hello Kitty. Ой, я только вчера... Ты видела мою... Подожди. Ты видела мою публикацию вчера на Фейсбуке, что пурпурный цвет самый дорогой цвет в мире? А, да, я сегодня увидела. Самый дорогой цвет. Так что Милана ездит на самом дорогом цвете в мире? Милана машина. Я ее видела. С кошечками, да. Иди посмотри. Я ее видела. Смотри, смотри. Сейчас я ее покажу. Пошли смотреть. Я вставать не хочу. А, у нас тут Аливер. Это наш помощник. Да, у него лапка болит сегодня. Сегодня, да, что-то он пищит такой, что-то он сегодня... О, включите, пожалуйста, свет тут. Фиолетовая машина. О, это пурпур. Еще Hello Kitty, видишь? Вижу, да. Там вся машина... Даже сиденья фиолетовые у нее. А, у нее внутри тоже Hello Kitty. Ее везде, Hello Kitty, да. Сколько ей, Милане, лет? 16 только. 16 лет в Америке у детей уже... Я ее подошла, чтобы она ее побила немножко. Слушай, подожди. Я же видела, ты выставляла на Фейсбук, другая машина была. Это была эта. Она просто была не кашина. Ну, ее просто показали. Ага, вот 16 лет. Что здесь у детей? Машины. У дочки Hello Kitty. В половину этой линии пройдемся. Там же, там, там, в половину линии это два ряда, Диана. Ну, четыре. Там на баре стоит. И внизу. И внизу. Ааа, четыре линии. Внизу, по-моему, три линии стоят, нет? Четыре. Внизу, я не знаю, наверху точно четыре? Внизу. Видишь, как слышно музыку сверху? Я слышу. Подожди, девчонки сами играют? Нет, это они слушают. Ааа, слушают музыку. Вот такой здесь уголок. Красота. Занавески, да. Здесь, кстати, шикарные занавески. Дианочка заказывала под заказ. Я их привозила с Москвы. И они вот такого цвета... Как они называются-то? Сапфировый цвет с золотом. Но, к сожалению, этот дом Дианочка продала. Случайно. Не собиралась. Я отзнося, что мне бассейн напортачили. Она из-за того... Знаете, из-за чего она дом продала? Шикарный дом. В доме шикарный ремонт. Реал-эстейт. Диана Дэй. Диана входит в 1% риэлторов. Лучших риэлторов в Вегасе. Лопаешь сладко. 2021 года. Да, это 2021 год. А я, кстати, видела, ты выставляла награждение. Здесь 2013 год она получала. Ой, кстати, я вам сейчас покажу фотку. Можно я покажу фотку, что ты на Мерлин Монро похожа? Это у нас здесь такой рабочий процесс. Ну, он такой рабочий, под шампанское, под контракты, под покупку нового дома, под отмечание продажи дома. Сейчас я вам покажу, что Диана похожа на Мерлин Монро. Мерлин Мурло. Мурло. Это Марк, Дианин муж. Чистый американец, такой прикольный, такой хороший вообще. Ой, вот эта мне фотка нравится. Ой, как же мне ее достать? Диан, как мне ее достать? Там грохнулась, короче. Ой, 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 вот все. Вот там еще и здесь. Какая еще фотка? Вот, хорошая. А, да, точно. Все встали, суд идет. Здесь много награждений. Вот фотка моя. Много здесь была. Красавца была. Ты еще с красотой? А это с Майкл Джексоном. А это с Майкл Джексоном. Да. А вон там с Дженнифер Лопес мы стоим. Дженнифер Лопес. Наверху, наверху, наверху. Это Миланка. Как раз ей 16 лет. И вот ее пурпурная модная машина стоит. Hello Kitty. Опять награждение, награждение, кругом награждение. Да, это замочиваешься. Ходите. Я уже последние стала складывать вот здесь сбоку. Я уже перестала их вешать, потому что место... В следующий дом будет больше стенок. Чем больше плоских поверхностей, ты сама знаешь, да, что у дизайнеров, тем больше хлама. Да. Будем обязательно обставлять все. Ну, понравился тебе мой десерт? Да, вкусненько.